Сегодня я хочу вместе с вами побывать в доме, который строится для Максима. Это наш бог машин, который готовит их на передовую для наших солдат. Максим, здравствуй. Всем привет. Что, поехали в твой домик смотреть? Поехали. Ну что, привет, машина, камера. Мы с вами поздоровались и приехали к домику мечты на юге Максима и его жены. Что ты до сих пор не сделал, плитку тротуарную? Почему мы должны по грязи лазить? Что такое? Вот здесь будет у него гараж, ребята. Мы находимся в Натухаевской. Максим тут заказал строительство себе домика. Единственное, что пока все никак не доделают, не могут переехать туда, чтобы уже жить в своем. и радоваться жизни. Видите, дом у него по отношению ко всем. Слева справа тут дома впереди. Максим сместил чуть назад по территории, чтобы спереди парковка и преддомовый участок был именно так. Сюда могут заезжать, ремонтировать машинки, заниматься, как говорится, своей недвижимостью. Водичка есть, нет? Водичка нет. Печально. А что, воды нет у вас? А почему? Понял. Тогда это нормально. Вот так вот под дождем самое интересное. Смотреть как раз таки, где, какие места в домике могут быть тонкие. Как вам напишите, кстати, хотели бы себе такой дом мечты или нет? Сзади, кстати, тоже есть территория довольно-таки большая. Здесь я вижу коммуникации септик выведен. Остальные там тонкости, мелочи, я думаю, уже все доделают и сделают. Дом красиво смотрится, честно, мне вот на внешний вид прям очень понравился. Честно сказать, не жалко свою плитку вот так вот использовать? Ну, оно в любом случае уже ваше. Вариант такой, что вариантов нет. Заходим и будем смотреть. Слушай, здесь террасу можно даже застеклить будет, по идее. Здесь, о, у вас даже подвал есть? Да. Мы же увеличили террасу для того, чтобы здесь собираться. Там у него прям, как мы говорим, одна четвертая. У нас же четверо в семье. Да? Что там у тебя в подвале будет? Одна четвертая там у тебя. Ой, я не расскажу тебе. Блин, секретники. Так, ладно, пошли смотреть. Это что такое будет? Гостиная. Гостиная без кухни или с кухней? Да. Все, понял. Вот с этой стороны. А свет есть у тебя тут? Гостиная без кухни. Гостиная пошла. Сюда это санузел. Вот так вот выглядит. Кстати, интересное решение, что часть лестницы убрали под санузел, а здесь вот именно узенький такой подъемчик смотрится гораздо более интересно. И вот теперь мы полностью весь дом зажигаем огни. А это чья комната будет? Это гостиная. Гостевая. Гостевая, все. Те уже разобрали, а эти еще нет, кто будет гостить. Понятно, пойдем наверх туда смотреть. Лестница поворотная, ступеньки очень хорошие, хочу сказать. И поднимаемся наверх. То есть еще помогал строить свой дом людям здесь. Сделано интересно. Это чья комната? Детей. Это у нас дочка старшая есть, со своим молодым человеком. Ну с мужем считать, что с мужем. Отлично. Идем далее. Здесь тоже сделано, чтобы наличка стала красиво. Но это чья, кто подсушивает, под стеной будет? Слушай, потом, на самом деле, проблем-то никаких не будет. Снимешь и сделаешься. Или французский балкончик или что-нибудь. Перекрыли? Да. Смотрим дальше. Татьяш, вот балкон. Вышел на крыльцо, плюнуть на тех, кто пришел. Говорит, а это ты? Балкон. Да, зачем тебе столько балконов? На самом деле, сильно балконами не разбалконивайся, потому что они требуют, наверное, больше всего ухода. Почему? Ну, потому что на улице находятся. Хотя помимо того, что дома убираться, надо еще на балконе убираться. Тут что-то свет нету. Это чье пространство? Здесь будет уже ванная, бидель будет. А там кабинка будет. Когда будет? Сколько тебе осталось с ожиданием? Год-два. Так, и здесь смотрим. Тоже светло, хорошее. Да, сейчас пасмурную погоду очень много светло. Классно. Ну, окна, вот здесь в трубу они просто даже вкладывали, как ну, подводили, чтобы именно тепло было. Точно, по самом деле, отопления нету, да, и довольно-таки не холодно в доме. Потому что на улице холодно. Ну, да. Ну, зашли, в принципе, комфортно. Ну, сырости я, честно, особо не чувствую, не вижу. Отлично. Он должен был быть, ты должен спуститься, обойти кругом и заходил бы ты с той стороны. Ага. А здесь переграли и попросили сделать вот так. Тем более, что мы еще увеличили на метр. Угу. На тебя котельная все в подвале будет, правильно? Да, да, да. Понял. Да, понял. Все, все коммуникации, провода, трубы. Все, да. Подведено, сделано. Ну, кроме котельной, тут у тебя теплое же будет помещение, а что тут? Ну, вильный погреб тут не сделаешь. Почему? Потому что теплое будет помещение, у тебя будет котельная обогреватель. Уже за этого? Уверен. Да? Ну, можно же это все заделать. Самогон можно гнать? Да, самогон. У тебя даже сейчас тут очень тепло. Самогон помимо, я не вижу. Ха-ха-ха. Не вижу. Ха-ха-ха. Лучше в танки ехать, зачем тебе самогон-то? Сержи, видишь, ребят попросил, они на лестницу, там не засыпали. Здесь можно тут. А, то есть, выпилиться и сделать еще. Помещение будет под лестницей. Еще мы приехали в одно место. Максим говорит, что пьет воду только сорва. Раньше сюда приезжали молодожены с Анапы, но эта часть относится к Новороссийску уже. Немножко не канапе. И Максим набирает, причем, в больших количествах водичку. Да, мы ее пьем, кстати. Мне она нравится, да? Ну, конечно, чуть куда про воду. Она немножко с сероводородиком. Вкусная. Это по дороге на трассу, по трассе на Новороссийск. Если ехать, с левой стороны есть вот такой отарел. Пишите, пробовали вы отсюда водичку или нет. Ну, либо обращайте к Максиму, он вам даст возможность попробовать водички. Кстати, напишите, как вам домик. Мне, допустим, очень понравился и желаю Максиму скорее всего туда с переезда. Надеюсь, что когда уже все точно сделать, мы еще раз зайдем, посмотрим, как он там будет жить. По ремонту у Максима, скорее всего, будет им заниматься Илья, рейтинг новостроек. Мы с ним созвонились сейчас. Вечерком они, скорее всего, сгоняют, посмотрят, что да как. Максим расскажет. И в четверг у него там уже приемка дома. К этому времени, я думаю, там уже ремонтные работы у него могут начаться, чтобы побыстрее переехать. Потому что я на него смотрю на его жену. Счастливые глаза смотрят на свой дом. Осталось, как говорится, чуть-чуть. И надеюсь, что Илья этот момент сможет ускорить. Я говорю, зря тянешь, сейчас погода плохая. Пока все рабочие с большим удовольствием пойдут работать на внутрянку. И все равно там ждать, пока плитка высохнет, вода уйдет. Пока то и все. Чтобы выйти уже на чистовую отделку, на установку мебели. Довольно-таки тоже много времени на это все надо. Ну и от вас, ребят, мы на самом деле ждем информации, как вам такой домик. Мне потому что очень понравился, смотрится довольно-таки. Откуда он начинает движение? Куда без поворотников? Что за люди? Не поймешь. Все пропустили, все счастливы и довольны. В общем, до следующего видео. Не прощаемся, не забывайте. Вы капитальные красавцы. Особенно все те, кто поддерживает наших солдат. От души вас за это. Благодарю.